Библейский портал экзегет.ру представляет 29 глава книги Иисуса Сына Сирахова Читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет Но эта глава продолжает такую мозаику грехов и добродетелей Или можно иначе сказать вещей вредных и полезных Как жить, практические наставления 28 закончилась ужасами языка То есть как человек может собственным языком причинить себе и окружающим очень много вреда Поскольку это мозаика, то у нас светлые и темные кусочки перемежаются И только что был очень темный, сейчас светлый Кто оказывает милость, тот дает взаим ближнему И кто поддерживает его своей рукой, тот соблюдает заповеди Давай взаймы ближнему во время нужды его И сам в свое время возвращай ближнему Взаимопомощь очень просто, конкретно Твердо держи слово и будь верен ему И ты во всякое время найдешь нужное для тебя Но при этом надо, конечно, не обманывать Обещал вернуть, верни Многие считали заем находку и причиняли огорчение тем, которые помогли То есть взял взаимы, как будто нашел Нет, нужно вернуть Да коли не получит, он будет целовать руку его И за денег ближнего смирит голос, как выпрашивают А в срок отдачи он будет протягивать время Будет отвечать уныло и жаловаться на время Если он будет в состоянии, то едва половину принесет И это вменит ему в находку Вменит ему в находку Если будет не в состоянии, то и заимодавец лишится своих денег И без причины приобрел себе врага в нем Он воздаст ему проклятиями и брани И вместо почтения воздаст бесчестия Многие по причине такого лукавства уклоняются отсюда Опасаясь напрасно потерпеть утрату То есть здесь нет таких абстрактных слов Ну давай взаймы, когда просят и все Кстати, тоже ведь на горной проповеди Не уклоняйся от просящего у тебя И я думаю, что все мы оказывались в ситуации Когда вот думаешь, просят долг Вот могу дать, есть, но вернет ли? Вот есть сильные сомнения Так он предупреждает, может быть и не вернет Да, и описал это, как он будет у тебя выпрашивать Как потом половину вернет И еще сделает вид, что одолжение тебе сделал И что врагом твоим станет Потому что разозлится, что ты у него обратно требуешь Все это, я думаю, многие из нас проходили Но все равно, говорит он, давай А почему? Зачем такие неприятности себе наживать? Но к бедному ты будь снисходителен И с милостой ему немедли Ради заповеди помоги бедному И в нужде его не отпускай его ни с чем Трать серебро для брата и друга И не давай ему заржаветь под камнем на погибели Вообще-то серебро и золото не ржавеют В каком смысле заржаветь? Ну человек копит, 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 копит И у него там уже скопилось А другой рядом бедствует Вот давай Взаймы, но лучше милостыню А милостынь это когда ты не ждешь А почему у милостыни лучше? А потому что не придется потом Выпрашивать обратно Наживать врага в лице твоего должника Который тебе не хочет отдавать А может и не может И только злится на тебя А милостынь этого лишена Располагай сокровищем твоим по заповедям Всевышнего И оно принесет тебе более пользы, нежели золото Есть же это все и в Евангелии Копите себе сокровища на небесах Копите прежде всего Помощью ближнему Заключи в кладовых твоих милостыню И она избавит тебя от всякого несчастья Лучше крепкого щита и твердого копья Она защитит тебя против врага То есть милостыня Это твой накопительный вклад Ты даешь нищему, бедному Помогаешь ему Ну правда встает вопрос Кто по-настоящему нищий А кто тебя выпрашивает Потому что ему не хватает на его прихоти Но если ты даешь нищему Ты тем самым копишь на своем счету Который не заржавеет Вот это же и в Евангелии Смотрите, эта книга действительно во многом От ветхого завета уже переходит к новому Она предваряет многие евангельские слова Добрый человек поручится за ближнего А потерявший стыд оставит его Кто такой поручитель? Ну кредит в банке один человек берет А другой выступает поручителем Если тот не отдаст, вынужден будет отдать поручитель И кстати, в притчах мы видели Избегая поручительства всеми силами Притча Соломонова И здесь это было Но он говорит, а добрый все равно поручается Это тоже же форма милостыни Тоже форма поддержки Не забывай о благодеянии поручителя Либо он дал душу свою за тебя Но и тот, кто воспользовался этим, должен помнить и благодарить Грешник расстроит состояние получителя И неблагодарный в душе оставит своего избавителя Поручительство привело в разорение многих достаточных людей Пошатнуло их, как волна морская Вот он тоже не розовый наивный, что все всем всегда отдают Нет Мужей могущественных изгнало из домов Они блуждали между чужими народами Грешник, принимающий на себя поручительство Ищущие корысти, впадет в тяжбу А что значит ищущие корысти? Вероятно, он за это поручительство Чего-то требует Не бесплатно Вот и он как раз может пострадать Особенно Помогай ближнему по силе твоей, береги, чтобы тебе не впасть в то же Общий принцип под конец Да, то есть помогай по силе твоей А если применять к займам поручительство Я бы сказал так То, что ты готов потерять, то давай Главная потребность для жизни Вода и хлеб, и одежда, и дом, прикрывающий наготу Вот не много человеку надо Вот это все деньги, богатство А не капризы ли это? Лучше жить жизнь бедного под дощатым кровом Нежели роскошное пиршество в чужих домах Будь доволен малым, как и многим Вот уже такая греческая философия Ну не только греческая, но стойки знаменитые Их довольствуйся тем, что у тебя есть Или буддийская мудрость Да, страдания проистекают из-за неудовлетворенности желаний Вот Общечеловеческая мудрость, можно сказать Худая жизнь Скитаться из дома в дом, и где выдворишься Не посмеешь рта открыть Будешь подавать пищу и питье без благодарности Да и сверх того еще услышишь горькое Пойди сюда, пришлец, приготовь стол Если что есть у тебя, накорми меня Удались, пришлец, ради почтенного лица Брат пришел ко мне в гости, дом нужен Тяжел для человека с чувством Упрек за приют в доме и порицание за одолжение А при чем здесь это? Нет, ну понятно, жить приживальщиком Это плохая жизнь Когда ты из милости у кого-то В доме на побегушках В роли бедного родственника Или вообще там пришлец Пришелец мы сегодня говорим Но это обычно из космоса А здесь просто, ну, чужак Приживальщик Еще старое русское слово Причем здесь это Будь доволен малым, как и многим Вероятно, речь про то, что человек Может себя обрекать на такую жизнь В качестве приживальщика В качестве такого паразита Паразит это не ругательство Это конкретное слово из Древней Греции Которое означает Вот нахлебник именно того, кто живет так Потому что он хочет жить получше Он пристраивается при богаче Он думает, что вот в своем худеньком домике Так на хлебе и воде он сидеть не хочет А вот тут богатый какой-то господин У него он найдет пропитание И роскошную жизнь Но это обернется вот таким унижением постоянным Лучше скромно быть довольным своим достатком Эта мозаика продолжится в следующей 30-й главе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok